И наш следующий доклад. Анастасия Анатольевна Параконная. Сохранение фертильности у больных ракомолочной железы при планировании системного лечения. Первичный анализ полученных результатов. Добрый день, уважаемые коллеги. Когда я подавала сюда тезисы, мне сказали, что это немножко не по теме, и вообще как-то, наверное, надо в другую какую-нибудь секцию определиться. Но моя основная задача, в принципе, стоит в том, чтобы разъяснить некоторые вопросы, которые нам задают частенько наши пациенты. То есть, в общем, доклад направлен на ответы практические, потому что в последние годы вопрос фертильности, тем не менее, становится достаточно актуален. И многие клинические онкологи просто не знают, как отвечать на элементарные вопросы больных до начала лечения. Вообще обсуждать фертильность еще 5-6 лет назад было вообще неправильно. В нашей стране это был нонсенс, и во всех цивилизованных странах уже был определенный подход к этому вопросу. А у нас это считалось неким криминалом, и этот вопрос никогда не поднимался. Хотя, в принципе, вопрос фертильности – это вопрос качества жизни больных. И мы должны думать не только о, так сказать, лечебном эффекте, но и о каких-то вопросах, связанных с качеством. А детородная функция – это неотъемлемая часть, в принципе, понятия качества жизни. Вот на данном слайде показано исследование итальянское, которое было проведено где-то 2 года назад, очень мощное исследование, которое показало, что, в принципе, 40-50% больных отвечают на вопрос, хотели ли бы вы иметь детей в будущем, в принципе, так сказать, почти положительно. Немного отчасти или очень. И знаете ли вы что-то о фертильности? Немного отчасти или очень. 40-50% ответили таким образом. Если мы возьмем мировые данные, то до 75% пациенток в возрасте до 35 лет думают о сохранении фертильности о детях до, во время и после лечения. И это не наши российские данные, потому что наши больные об этом не думают, потому что они даже об этом ничего не знают, потому что об этом их никто не информирует. Поэтому моя задача сегодня, как некую ясность в этот вопрос внести. Первый вопрос, который они вам зададут, если у меня будет беременность, что со мной будет, умру ли я, и в какие сроки, и вообще, что со мной произойдет. И вопросу последствий наступившей беременности после перенесенного рака в принципе уделялось внимание с 1954 года. И здесь вы видите целую серию исследований, которые показали, особенно в последние годы, что, как ни странно, выживаемость в группе больных, у кого была последующая беременность, она гораздо выше, чем в группе, которые не имели эту беременность вовсе. При этом последний очень крупный метаанализ, который был проведен два года назад, собрав очень приличное количество наблюдений последующей беременности, это почти 1244 случая, сравнив с контрольной группой пациентов, которые не имели беременность, показал, что беременные больные имеют риск смерти не то, что, так сказать, хуже, а наоборот, лучше, в 41% риск смерти у этих больных снижается. Здесь существуют различные гипотезы, я не буду останавливаться на них. Почему так происходит? Это все такие очень спекулятивные анализы, спекулятивные доводы, но факт остается фактом. И я должна показать свое исследование. Мы занимались этим вопросом довольно давно, с 2009 года мы набирали группу, и она у нас оформилась в прошлом году. Мы собрали 71 случай рака молочной железы с последующей беременностью, и при этом женщины имели различные варианты лечения. Здесь была и радикальная мастектомия с химиотерапией, и радикальная резекция. Вы видите даже случаи реконструктивных операций на молочной железе, что, в общем, не исключило последующей беременности и вынашивания детей. И основным вопросом, естественно, этого исследования был тот же вопрос, а каков же прогноз жизни в этой группе пациентов? И вы видите, что мы не получили улучшения выживаемости, в отличие от наших иностранных коллег. Но, тем не менее, мы имеем выживаемость, равную с контрольной группой тех, кто не имел последующую беременность. И это, в принципе, нас, в общем-то, радует и удовлетворяет. Второй вопрос, который клиницисты не знают, как отвечать. А можно ли беременеть, если имеется рецептор позитивный рак молочной железы? И, в принципе, практически 40% всех врачей, это западные врачи, уверены, что беременность последующая вызывает прогрессирование болезни в этой группе пациентов. При этом 30% женщин из этой группы прерывают беременность именно по настоянию своих врачей. Российские наши данные гораздо выше. 60% женщин прерывают беременность по настоянию врачей, когда они узнают, что обухоль была рецепторопозитивной. Однако существующее очень интересное исследование, тоже сравнительно недавнее, которое показало, что у рецепторопозитивных больных в группе, а их было практически 58% в исследовании, оказалось, что общая и безрецидивная выживаемость у рецепторопозитивных больных, те, которые имели беременность, и те, которые не имели беременность, живут-то одинаково, и выживаемость у них совершенно не связана с рецепторным статусом исходным. Нам удалось набрать соответствующие группы, и мы сравнили не только рецепторопозитивных, контрольных и беременных больных, но и сравнили, а как внутри группы живут рецепторопозитивные и рецепторотрицательные больные, у кого наступила беременность. И вот в данном случае рецепторный статус никоим образом также не сказался на выживаемости. Следующий вопрос, который интересен, конечно же, можно ли тогда, собственно говоря, прервать лечение, гормонотерапию, что делают, к сожалению, практически 50% вот по этим данным женщин, у которых проводится гормонотерапия, гормонотерапия, независимо от возраста, меньше им 30 лет, старше им 30 лет, 50% самостоятельно прерывают гормонотерапию, отказываются принимать тамоксифен, приходят уже беременные, и вот здесь начинаются вопросы и панику у врача. И что же, как же на этот вопрос отвечать? И вот не так давно, два года назад, было инициировано международное исследование, в которое онкологический центр тоже участвует, и смысл его заключается в том, сейчас я попробую показать, что 30 месяцев женщина получает гормонотерапию в любом варианте, с использованием аналогов гонотерапии на релизг гормона или же просто тамоксифен, так как на усмотрение врача. Далее идет прерывание лечения, ей дается два года на реализацию детородной функции, если получится, и после этого, спустя два года, она возвращается к приему гормонотерапии 5 или 10 лет, опять же, на усмотрение доктора. И это не криминальное исследование, это исследование международное, которое нашло поддержку во многих странах, и сейчас оно активно, так сказать, идет набор пациентов. Но, к сожалению, конечный, так сказать, временной интервал, когда мы сможем узнать, чем же закончилось это исследование, это 2028 год. Поэтому не знаю, может быть, кто-то сможет потом результаты эти проанализировать. Но исследование такое имеет право на существование. Но не все пациенты могут реализовать свою детородную функцию вследствие того, что различные химиотерапевтические агенты действуют таким образом, что фертильность пропадает навсегда или надолго. И последние рекомендации ИАСКО и ИАСМА, которые направлены именно на изучение и на определенные, так сказать, изучение параметров фертильности и созданы уже определенные рекомендации по сохранению фертильности, говорят о том, что, в общем-то, прежде всего, возраст и схемы химиотерапии влияют на сохранение фертильности в той или иной степени. И уже отработаны определенные проценты. Вплоть до того, что, например, в Соединенных Штатах существует возможность просто через свой смартфон, набрав количество курсов, схему, возраст, пациентка самостоятельно может определить, в какую из групп высокого, среднего или низкого риска она относится. И попросить своего доктора обсудить с ней вопрос сохранения и возможности последующей детородной функции. Мы провели свое исследование в этом направлении тоже. У нас получились несколько иные, отличающиеся от иностранных, результаты. К сожалению, фертильность сохраняет у нас меньший процент наших женщин. Всего 42% в возрасте от 20 до 35 лет. И в возрасте от 36 до 45 лет в 66% теряют ее безвозвратно. Однако наблюдение это всего лишь 12-месячное. Возможно, что после этого периода часть больных все-таки восстановит свою фертильность. И хочу обратить ваше внимание, что мы озадачились вопросом следующего порядка. Прежде всего, всегда все ориентируются на сохранение менструальной функции. На самом деле, в последние годы все чаще говорят о том, что, в принципе, это не показатель. Потому что менструальная функция может восстановиться, а авариальный резерв как-то как таковой может пропасть. А авариальный резерв определяется наличием и уровнем тех или иных гормонов. И действительно, в том исследовании, которое мы проводили с институтом Кулакова, это институт акушерства и гинекологии в Москве, и набрав 60 пациенток, мы посмотрели, что действительно такие факторы авариального резерва, как фолликулостимулирующий гормон или очень модный сейчас антимюллеровый гормон, показывающий уровень авариального резерва, они действительно очень меняются с течением времени после химиотерапии. Спустя 6 месяцев, потом спустя 12 месяцев. И по нашему убеждению, это те самые маркеры, на которые мы должны обращать внимание, когда женщина приходит и говорит, вы знаете, вот я хотела бы иметь детей, мы с вами, клиницисты, вполне можем провести эти элементарные анализы и их оценить. И скажет, вы знаете, у вас исходный авариальный резерв никудышный совершенно, поэтому, в принципе, давайте мы про этот вопрос, наверное, забудем. Или же, да, у вас есть потенциал, который можно каким-то образом рассмотреть. Ну и, в общем-то, следующий вопрос. Какие варианты современные мы знаем в сохранении фертильности, если женщина это хочет? В тех же рекомендациях АСКО и ЭСМО они уже определены. Они определены как утвержденные, рекомендуемые, так и относящиеся к области изучения. Рекомендуемые методы – это криоконсервация полового материала, а именно криоконсервация эмбрионов. Они наиболее живучие, они живут до 20-40 лет и прекрасно размораживаются. И, в принципе, в общем, это утвержденный метод. Все остальные достаточно экспериментальны. Была у нас сессия по сохранению фертильности у гинекологов. Там больший акцент как раз делался на сохранении и на криоконсервацию авариальной ткани. Но, однако, в нашей практике мы редко когда направляем больную раком молочной железы на сохранение и на криоконсервацию именно авариальной ткани. Есть другие все-таки более доступные методы. Но вопрос нас волнующий и волнующий наших женщин. А вот мне репродуктолог сейчас предложил стимулировать меня в яичнике для того, чтобы получить не один эмбриончик, а много. Доктор, можно или нет? У доктора, соответственно, первая реакция, конечно же, нельзя. Какая стимуляция? О чем вы говорите? Но на самом деле исследование по стимуляции суперобуляции у больных раком молочной железы проводится уже с 2009 года. И первые материалы вот этой стимуляции ингибиторами ароматазы, а именно литрозолом, были опубликованы еще в 2008 году. А в прошлом году и в этом году на АСКО они были представлены вновь, потому что доктор, который проводит методику суперобуляции у больных онкологических, причем у больных рецепторопозитивным статусом, наблюдал их уже 5 лет. И вы видите, по данным последнего исследования, последнего статистического анализа, выживаемость одинакова у пациенток со стимуляцией литрозолом и без стимуляции литрозолом. То есть, в принципе, он не оказывает своего пагубного влияния на прогноз у этих пациенток. То есть мы можем, в принципе, такой вариант стимуляции им разрешить. У нас была экспериментальная группа, которую мы посмотрели на предмет использования подобного протокола. И набрав 7 больных, поняли, что, в принципе, достаточно. И для нас этот вопрос оказался решенным. Потому что, ну, во-первых, видно здесь, что количество полученного материала и число растущих фолликулов при стимуляции ингибитора ароматаза гораздо выше. Занимает этот процесс, в принципе, такое же количество времени, что и процесс забора материала в естественном цикле, где-то 2 недели. Но самое главное, что все эти женщины с 2009 года живы, без признаков прогрессирования. И, в принципе, в общем, надеемся, что будут жить дальше так же благополучно. Но следующий момент, на который бы хотелось остановиться, и, мне кажется, это было бы очень перспективным моментом для нашего с вами дальнейшего изучения, это такой момент, связанный с изучением в реальной супрессии и возможности использования аналогов гонадотерапии на релизин гормонов в качестве охранителей фертильности. Было бы очень просто, назначив всем нам известный препарат, на время, так сказать, усыпить наши яичники и подавить функцию ФСГ, подавить функцию ЛГ, подавить функцию эстрадиола. Соответственно, премордиальные фолликулы перестали бы развиваться. В этот момент мы провели бы химиотерапию, а потом, отменив препарат, благополучно вернули бы фертильность женщине. И действительно, единственным моментом, ограничивающим эти наши воззрения, является то, что часто онкологи, слыша об этой методике, вводят эти препараты параллельно с химиотерапией, говорят, я вашу фертильность сохранил, будьте здоровы, до свидания. Но смысл в фармакокинетике этих препаратов, обратите внимание, что в первые где-то 4-7 дней идет, наоборот, подъем различных активных ингредиентов, которые влияют на фолликулы генез, и ФСГ, и ЛГЭ, эстрадиол, и те молодые растущие фолликулы, которые под действием этого препарата начинают развиваться, мы как раз вводим химиотерапевтический какой-то агент. И все наши усилия оказываются на смарку. Поэтому смысл приема и введения этих препаратов с целью сохранения фертильности заключается в том, что они должны быть введены не менее как за 10, а лучше 14 дней до предполагаемого курса проведения химиотерапии. Те метаанализы, которые существуют на сегодняшний день, весьма оптимистичны, особенно последнего года, который показал, что использование аналогов гонадотерапии на ленинг гормона очень здорово влияет на снижение аминореи. Мало того, что число больных, которые забеременели после этого метода, значительно выше, казалось бы, найден совершенно золотой стандарт, который мы с вами, клиницисты, могли бы воспользоваться без всяких репродуктологов, без каких-то частных клиник и прочее. Мы могли бы просто ввести его в нашу практику с целью сохранения фертильности уколов препарат за 10-14 дней. Но, к сожалению, не все так просто, потому что в настоящий момент существует два противоречивых отношения к этому методу. К сожалению, весьма крупные исследования противоречат одно другому. И эти исследования проводились не так давно. И если обратить внимание на этот слайд, то, в принципе, частота наступления аминореи в одном исследовании крайне низка. Она равна частоте наступления аминореи, когда препарат не использовался. Вот, собственно говоря, в двух исследованиях. А в двух других исследованиях, наоборот, частота аминореи, в общем-то, такая же высокая, как если бы мы эти препараты не вводили. Но единственная надежда у нас остается на то, что эти исследования, в общем-то, не совсем адекватно проведены. Потому что обратите внимание, что аминореи здесь исследовалось в различные сроки. У кого-то аминореи считалось 6 месяцев, у кого-то 12, у кого-то кто-то брал контрольную точку 24 месяца. Плюс еще пациенты в этих группах были совершенно разновозрастные, начиная с 20 лет и кончая с 45. То есть, в принципе, в группу, у кого наступила аминорея, запросто могла попасть женщина в возрасте 45 лет, у кого фертильность следствия химиотерапии уже никак не могла быть сохранена. Мы набрали такую группу с использованием аналогового гонадотерапии на релизе гормона за 14 дней до использования химиотерапии. У нас прилично уже набралось женщин, 18 пациенток. И мы, естественно, ориентировались не на частоту наступления аминореи, а на те самые маркеры авариального резерва. АМГ, ФСГ, ЛГ. И, к сожалению, на сегодняшний день никаких результатов положительных, которых бы нам хотелось бы, мы не получили. Потому что и те женщины, которым вводились эти препараты, и которым не вводились, в принципе, одинаково теряют свой авариальный резерв в течение времени после химиотерапии. Мы думаем, что же здесь не так, а может быть, все так, а может быть, действительно не работают эти препараты в таком плане. Единственное, что надежда наша на то, что, может быть, нам надо бы почетче отбирать сюда в зависимости от возраста, одного возраста подбирать, среднего возраста в группы, и плюс, конечно, более четко определять авариальный резерв до проведения химиотерапии. Но вот это исследование у нас проводится сейчас, и я надеюсь, что, может быть, как-то мы разъясним это для нас в будущем. На АСК в этом году был задан вопрос на одной из презентаций. Все-таки можно ли считать аналоги гонотропин-релизитгормону эффективным способом сохранения фертильности? И был ответ следующий. В общем-то, снижает ли их использование уровень аминоры? И да, и нет. Помните тот слайд, где там пополам-напополам у кого-то получилось, у кого-то нет. Сохраняется ли адекватный авариальный резерв? Никто не знает. Позволяет ли избежать ранней имена паузы? Тоже никто не знает. Но вот что интересно, что в группе, где использовались аналоги гонотропин-релизитгормона, частота наступивших беременностей гораздо выше, чем в той группе, где они не использовались. В нашей группе, где они использовались, у нас было две клинические беременности, которые завершились родами. Но с чем это связано? Связано ли это с прекрасным действием этих препаратов или нет, пока не ясно. Но в заключение я хочу сказать, что еще раз резюмируя, о чем я сказала, что, в принципе, последующая беременность после лечения рака молочной железы не ухудшает прогноз заболевания. Это мы можем уже сегодня с вами достаточно четко и уверенно говорить. И даже в случае гормона позитивного рака молочной железы. Даже рассматривается возможность прерывания гормонального лечения спустя 2,5 года от начала его проведения. Но исследование это только начато и будет продолжаться весьма долго. И современные режимы полихимиотерапии влияют на репродуктивную функцию больных, снижая ее. При этом аминорея возникает более чем, по нашим данным, более чем у 50% молодых больных. Для истинной оценки степени потери репродуктивной функции мы с вами можем рекомендовать все-таки не ориентироваться на наличие или отсутствие аминореи, а оценивать маркеры авариального резерва. И использование аналогов ЛГРГГ перед началом химиотерапии с целью сохранения репродуктивной функции пока мы все-таки говорим, что они не показали свою эффективность на данном этапе исследования. Что будет дальше, посмотрим. И, конечно, необходим дальнейшее накопление данных по этому вопросу. На чем я хочу обратить ваше внимание, что был принят закон в 2012 году о том, что все методы сохранения фертильности, в частности, все методы вспомогательных репродуктивных технологий, теперь ориентируются на мнение лечащего врача-онколога. И от вас зависит, разрешите вы женщине сохранять свою фертильность или полностью ей откажете. Но я надеюсь, что, зная какие-то сегодняшние вещи, о которых я рассказала, уже не будете столь категоричны. Спасибо. Спасибо огромное за блестящее выступление. Анастасия Анатольевна, наверное, у нас ведущий эксперт по этим вопросам и самый главный, так сказать, держатель огромного материала и данных. Какие будут вопросы? Тема весьма такая интересная для нас, действительно, она очень жизненная, важная. Анастасия Анатольевна, большое спасибо. Я прежде всего, прежде чем я начну говорить дальше, я ни в коей мере не могу, то есть я наоборот говорю, что никто не может запретить женщине рожать. Но дальше у меня немного, так сказать, мысли идут по другому пути. Понятно, что это технически возможно, подтянута, что-то сказать, в рекомендации внесено. Большинство женщин, которые хотят сохранить фроритильность, это женщины весьма молодого возраста. Наверняка у них генетические мутации существуют. Наследственный рак молочной железы. Наверняка, наверняка, наверняка они групперисты относятся. Которые мы сейчас выявляем путем вот этих методов и все больше с методиками. И часть из них путем мы выявить пока не можем. Ну, может быть, через какое-то время сможем. Соответственно, это наследственный рак. Женщина беременеет, рожает. Вы проверяете тех пациентов, кого вы направляете на сохранение фроритильности, на брейсии. Или, может быть, вы можете смотреть шире и назначать полногеномное секвенирование. А если вы выявляете эти гены, вы информируете их о том, какое поколение, так сказать, может быть? Да. Отличный вопрос. Несомненно, исследование биорсии мутации входит вообще в стандарты у нас в клинике при возрасте до 50 лет. Это уже как, так сказать, такой обязательный компонент. Это тех, как я понимаю, 8 самых часто встречаемых генов. Нет, те, которые элементарные. К сожалению, мы не можем позволить. Да, это не полногеномное секвенирование. А тут женщина идет все-таки фроритильно сохранять, рожать. Может быть, полногеномно здесь, так сказать, есть мысль для этого. Я совершенно согласна. Я думаю, что с сегодняшнего дня мы уже с Екатериной Сергеевной договорились про это. Что, может быть, мы будем работать совместно. То есть до моего вопроса, да? До вашего вопроса. Да, мы уже так все обговорили, потому что, конечно, этот вопрос чрезвычайно важен. Но я думаю, что даже если мы найдем новую мутацию какой-то конкретной женщине, ее желание, особо настойчивое желание родить, это не изменит. Мы можем объяснить ей риски, мы можем, так сказать, все информировать ее, для чего я, собственно говоря, выступала, чтобы, так сказать, показать, о чем мы должны информировать наших пациентов. Но конечное решение за ней. Это первое. И второе. В принципе, в зарубежных клиниках, в наших репродуктивных клиниках это еще невозможно. Но сейчас идет отбор материала, лишенного наличия мутации генов Берсия 1 и 2. То есть когда мы имеем несколько эмбрионов, то, в принципе, делается так называемая преимплантационная диагностика на выявление именно мутаций, характерных для рака молочной железы. Либо отбирается эмбрион мужского пола. Вот сейчас у вас прозвучали те ответы на возникшие у меня вопросы в голове, которых не было в презентации. Дорогие коллеги, еще какие вопросы? Дорогие коллеги, еще какие вопросы? Всем огромное спасибо. Спасибо. Спасибо.